всем здорова ремонт продолжается часто снимать не могу так что как не камеры камеры нету сотового телефона снимаю и монтирую тоже на телефоне так что когда получается что-то заснимаю потом монтирую и выкладываю ну сейчас пока вот что есть засниму что отремонтировал что перебирал вечером скину потому что днем некогда заниматься все это ремонт вечером свободное время будет смонтирую скину так что дела идут потихоньку хотелось бы быстрее конечно то одно то другое то третье где-то задержки запчастями где-то стокарем где-то нюансы вылазят те которые не хотелось бы всем удачи сняли насос вот это верхняя шестеренка болталась она у нас от руки открутилась посмотрели здесь втулка лопнута и вот здесь вот если видно вот выработки надо будет сейчас попробовать вот эту часть поменять другого поставить ночи нашли бы привезли нам насос так как в нем мы не уверены мы вот эту часть полностью сейчас поменяем на свой насос поставим вот сюда он меняется вот эти вот два болта откручиваются и полностью вот эта часть менять задние вот это двумя шестернями и кстати хочу предупредить здесь левая резьба не как обычно левая резьба откручиваются вправо закручиваются влево сняли мы вот эту часть паразит куда и сняли шестерню а вот эту не просто так ее снять мы пришлось вот двухсторонним съемником снимать здесь в вал вот эта часть крепится на два болта а упирается в нижнюю шестерню вот шестерня держится на шпонке вот здесь вот шпонку видно ее пришлось съемником снимать мы думали так то просто окажется нет приобрели новый рассвечивается он чистенький поставим приберусь марафет на виду и поставим на место гидробаки есть клапан воздушный когда по гидравлике чем-то занимаетесь его надо откручивать и вот заходит воздух и уже масло остается чисто в трубках гидробака не выливается ну в том случае если сам клапан вот этот держит бывает так что он и не держит будем вот этот цилиндр снимать он восстановление подлежит ремонту не подлежит если только его в капиталку и дать заменили цилиндр сейчас ждем рвд 36 привезут чтобы поменять вот этот уже под подозрением от оплетка начала вылазить и по длине он короткий сейчас привезут по длинче другой шланг переставим оттуда сразу цельный чтобы сюда ушел сюда достала его и потом второй тоже снимем поставим вот тот тоже нам 2 привезли будем менять еще надо будет рулевые цилиндры перебрать так что все работаем дальше разбираю рулевое гор бежит будем этот руль сняли и будем выковыривать эту часть попробуем на месте разобрать там колечки поменять на место поставим если получится еще переделаем под сальник чтобы вот эта внутренняя часть внешне остается останется металлическая вовнутрь попробуем если получится сальник сюда здесь вытащить и сальник сюда поставить мужики делают долго ходит так гуру нас хороший нормальный крутит нормально не туго и ничего шланг привезли все уголки поставили шланг соединил 2 цилиндр тоже сняли вот поставили ждем вот идет штуцера чтобы токарь вытащил потом будем тоже соединять уголки вот эти соединять шланг уже тоже 2 есть сюда будем заниматься пока пока не буду соединять как за воздушно там не буду пока откручивать этот клапан потому что смысле закручивать клапан не буду потому что еще собираемся заднюю полу раму раскатывать ну как заднюю полу раму откатывать половине чекировать будем у нас сильно разбиты эти уши на передней полу раме чтобы меньше долбасила отдала то от этого плоскореза до лото два штуки забил такая вот выработка сильная палец он даже проваливается новый палец ставили он уже проваливается надо будет чего-нибудь химичить надеюсь и по времени посредством там все хватит чтобы сделать уже и забыть про это как-то так думаю вот цилиндр этот рулевой перебрать он бежит сильно здесь откручу попробую перебрать дальше видно будет пока свободное время есть пока запчастями напряг будем заниматься чем есть короче снял цилиндр как обычно снялся не так как хотелось бы вот эта гильза на месте осталось вот эту часть со штоком снять она вместе с гильзой вылезла ну ладно будем так перемирать вот так вот она там осталось вот эта часть сейчас промою там все поменяю колечки ну эту часть сейчас тоже переберут перемою колечки поменяли буду собирать ополоснул его немного сейчас разбирать откручиваю таким макаром там в ухо вставляю монтажку длинную с этой стороны вот ключом на 55 и буду откручивать хорошо что его разобрал поршень снял я по два колечка ставлю одно новое а второе тоже если целое ставлю второе старое она вместо уплотнительных капроновых колец а тут вот цилиндр шток вот этот снял вот тут не знаю видно будет на камеру нет вот такие вот раковины вот вот из-за этого он у меня и бежит на постоянку по штоку надо будет шток менять вот такой вот сюрприз один из этих штоков пересмотреть перемыть хорошенько пересмотреть их здесь вроде это пыль там еще утром пересмотрю вот эти части тоже шайбы яблочки все поменять если подойдут нормальные ну как если в хорошем состоянии то отсюда и возьму переставлю туда еще